Вот язык, вот. Что это и для чего? Версий у индийских школьников было несколько. От мотыги до скребка. Но никто даже подумать не мог, что чапельник не что иное, как кухонная прихватка. Этим крюком наши предки доставали горячие сковороды из печи. Ещё иностранным гостям рассказали, как на Руси закликали весну с помощью птичек-свистулек. И предложили их вылепить самим. Где вам трубочку вот такую? Превратить цельный кусок глины в поющего жаворонка – задача непростая. Сначала лепят пустотелый пельмень, и уже потом придают ему форму птицы. Внимание каждой детали. На голове жаворонка обязательно гребешок в форме диска, как символ солнца. Мы постараемся сделать свистульку с помощью наставника. Уверен, у нас получится, и это будет настоящая свистулька. Заставить глиняную игрушку запеть под силу только мастеру. Несколько специальных отверстий, и на свистульке даже можно наигрывать народные мелодии. И вот наша игрушка засвистела. А потом глиняную игрушку расписывали. Романушку украшали серебристыми или бронзовыми красками. Наносили узор из штрихов, ёлочек, точек. В романовской игрушке более 40 сюжетов. От простой свистульки летящего жаворонка до целой композиции – тройки. Мы, конечно, заберём эти игрушки домой, покажем остальным своим ученикам и проведём такой же мастер-класс, чтобы показать, как это делается. Глиняную романовскую игрушку знают не только в России, но и за рубежом. А зародилась романушка в городе-крепости Романове ещё в 16 веке, который потом распался на сёла, в их числе нынешние Троицкое и Ленино Липецкого района. Именно сюда боярин Иван Романов переселил мастеров гончарного дела с Рязанской земли. О русских ремёслах и обычаях индийские школьники слушали с интересом. Они хотят как можно больше узнать о нашей стране, чтобы потом разуверить сверстников в сложившемся стереотипе, что в России по улицам ходят медведи, а люди носят шапки-ушанки и играют на балалайках. Я узнала, что в России совсем не холодно, по-весеннему тепло, и люди тепло относятся и принимают нас очень хорошо. Страну слонов и ярких красок с русским силом связала Ирина Трифилова, учительница английского языка в Долгоруковском лицее. Она уже несколько лет переписывается с учителями разных стран. Великобритания, США, Франции, Греции, Китая, Япония, Канады, Австралии. Дети приехали по обмену культурными традициями обеих наших стран. Индии и России. Они очень хотели узнать о России. Они первый раз здесь, в нашей стране. И мы готовы показать им всё, что есть у нас в Липецкой области, познакомиться с культурными традициями. Поэтому они с удовольствием смотрели и принимали участие в нашем параде. Они все надели георгиевские ленточки. Мы объяснили им значение георгиевской ленты. Они возложили, учителя возложили венок, памятнику неизвестному солдату. Гости из Индии пробудут в Долгоруково до конца недели. Впереди экскурсии в Липецк и Елец. А в октябре уже долгоруковские школьники отправятся в Дели изучать индийскую культуру. Татьяна Фёдорова, Валерий Фаустов. Липецкое время.